На Русском Радио Вот это пятница! Вот это пятница! Пятница с Юлией Барановской Всё к лучшему! Ирина Слуцкая у нас в гостях. Когда я перечислила всё, что она выиграла, мне показалось, ты удивилась. Это всё я? Да, вот по прошествии, как-то, ну, когда ты в спорте, кажется, ну, это моя жизнь, я, как бы, должна, как по-другому. Ну, типа норма. Вот, второй, да, третий, пятый, десятый пошёл. И вроде, да, и уже ниже третьего места это стыдно опуститься, так работаешь. Первое, второе, первое, второе, третье уже провал, уже тебе говорят, ну, ты чё, это как-то... А сейчас всё отошло на второй план, поэтому оглядываешься, думаешь, ничего себе! А это я была огонь, да! Как их много-то! Так, теперь рассказывай. Мы подводим итоги недели, ну, такие хорошие. Что у тебя такого суперклассного произошло на уходящей неделе? Ну, суперклассное, это, конечно, первое сентября, дети пошли в школу. Ура! Родителям всем ура! Свобода! Да, конечно, не в очень обычном формате, потому что у сына вообще не было линейки, и родители даже не пустили на территорию школы. Стоял охранник, который держал дверь и всех так сортировал. Родители налево, дети, проходите! Вот, а у младшей была линейка, ну, она какая-то такая скомканная, буквально 10-15 минут. Но все равно это событие, потому что начались такие будни, истерические, можно сказать, будни, потому что это домашнее задание. Это опять, я ничего не хочу, я устал, дайте мне отдохнуть, дайте мне поспать. А у тебя дети в разных школах, да? Да, дети в разных. Потому что я когда... Вот многие, согласись, мне все время... Я часто слышу этот вопрос, а у тебя что, дети в разных школах? Я говорю, ну да, а зачем? Ну, потому что они разные, потому что один такой, другой такой, иногда вот так вот случается. Это такое удивление всегда у всех вызывает. А у тебя почему в разных? Я ребенка отдала, у него был небольшой конфликт с учителем, и я поняла, что он в силу своего характера, наверное, там дальше учиться не сможет. Поэтому я нашла образовательное учреждение, которое устроило и меня, и ребенка. На тот момент он у меня занимался спортом, очень активно занимался, и каток был прямо через дорогу от школы. Это тоже был такой плюс, бонус, скажем так. Слушай, вот как интересно ты сказала, вот в ситуации, то есть ты считаешь, что если конфликт с учителем, просто я полностью придерживаюсь твоего мнения искренне, но не все так делают. Многие считают, что надо идти в школу с учителем, разговаривать. Я считаю, что это бесполезно. Если человек уже так ведет, а может ты выходила, разговаривала? К ребенку, то он уже... Нет, я не ходила, не разговаривала. Я очень доверяю своим детям, и поэтому если я смотрю, что ребенок просто категорически отказывается вместо урока бегает, извините, на станцию есть чебуреки, то я понимаю, что вряд ли даже какие-то разговоры человек не полюбит. Человек не полюбит. Если у него есть какое-то неприятие, ребенка, он не сможет, да ему и, наверное, не нужно перебороть себя. А ребенок просто сказал, меня обозвали, и я больше туда не пойду. Вот он у меня такой принципиальный. Давайте эту тему или отложим, или продолжим. Ну как решите, да. Через несколько музыкальных минут Каска на русском радио плакала. У нас, кстати, трансляция же идет прямая, не только в приемниках, но и... И мы тут такие красивые сидим с Ириной. Да, и в группе ВКонтакте, везде заходите. Так что смотрите, и с Максом. Макс тоже красивый. Ирина Слудская у нас в гостях, и мы продолжаем подводить итоги недели. Отличные новости. Так, мы говорили про школу, мы говорили про детей, но помимо первого сентября, что еще такого классного случилось? Вот, а, кстати, поделись, расскажи, что у тебя ребенок, то, что пятерку получил. Да, сейчас звонил ребенок, сказал, что перепутал время в планете с репетитором, и спрашивает, как ты думаешь, по какому я получил пятерку? А самый плохой предмет у него был французский язык. Я такая думаю, наверное, математика. Он говорит, нет, я говорю, по-французскому, что ли? Он говорит, да. Я говорю, ну, молодец. Так что поздравляем с первой пятеркой в этом году, ты еще по-французскому. Да, сыночка мой, молодец. Так, что еще классного произошло? Классно то, что работает моя школа по фигурному катанию. Мы уже четвертый год на рынке, скажем так. Очень здорово, что наконец-то все, скажем так, отряхнулись после сидения дома, все запылились после пандемии. Наконец-то дети приступили к тренировкам, родители начали активно их водить. И это очень здорово. У всех такие голодные глаза до спорта. Это очень здорово. Все катаются, все тренируются. Ну, а для меня, конечно, это радость, потому что надеюсь, что у нас тоже вырастут достойные спортсмены. Ну, я вообще считаю, что фигурное катание, поскольку я была чуть-чуть к нему причастна, когда участвовала в шоу, для меня это до сих пор одно из самых счастливых воспоминаний. Но я хочу сказать, что для мужчин тоже, и для женщин это просто идеальный вид спорта. Вот для того, чтобы выглядеть шикарно. Я не знаю, что происходит. Видимо, все-таки вот эта шутка «Надо жить в холодильнике» она реально работает. Ну, просто я, вот все фигуристы, вот я не знаю, сколько идет уже это шоу, да, но вот они все, как выглядели в начале этого шоу, как выглядит, ну, вот сейчас просто, как будто бы не прошли вот эти там 10-15 лет. Ну, просто, и вот я просто по себе это видела. Я стала отмораживаться в другую сторону. То есть у меня стали когда-то отваливаться. Поэтому срочно, все, кто хотят, в школу надо идти к тебе. Бесплатная такая криотерапия каждодневная. Абсолютно точно. Слушай, а меня мучает вопрос, я уж воспользуюсь служебным положением, прошу прощения у всех, меня реально мучает этот вопрос. Вот 2002, да, когда была... Salt Lake. Да, когда было «Серебро», это был 2002. Да, да. Я очень хорошо помню, что ты была такой, ну, революционеркой, на мой взгляд, потому что все были в платьицах с камушками, а ты была в комбинезоне. Нет, это в шестом году было. А, это в шестом. Это в шестом году было, да. Темно-синий комбинезон. Да. Ну, как-то все равно привычно, что все время все танцуют в каких-то платьишках, это какие-то стразики. Ты вдруг выходишь вот в этом комбинезоне. Расскажешь нам историю? Как? Почему? Да, конечно. Прямо очень... И где он, главное, сейчас? Что с твоими... Сейчас, представляешь, Ирина встает и говорит, вот он! Может быть, ждем. Ирина Слуцкая у нас в гостях, и я задала ей вопрос, почему выбрала тогда в 2006 году просто революционно вот этот вот комбинезон для выступления на Олимпиаде. Темно-синий, правильно же, я помню? Да, но до этого был еще один, ведь в фигурном катании каждый год в конце сезона меняются правила, которые касаются не только технической составляющей, но и внешнего вида. Очень много для танцев на льду корректировали, здесь нельзя открывать, там нельзя юбку выше колена делать и так далее и тому подобное. И в сезоне 2004-2005 как раз внесли корректировку, что женщины могут кататься в брюках. И когда мы это узнали, у нас созрел такой план все же попробовать комбинезон. И в сезоне 2005-2004-2005, в 2005 году, да, я впервые вышла из всех женщин, впервые вышла в комбинезоне. Мне очень понравилось, и в Турине на следующий год я решила повторить, тем более была такая музыка, Татентанс называлась, она мощная, и у меня был темный-синий комбинезон, который был весь расшит такими звездами, как вот салютом, камнями все было расшит. Мне было комфортно, и мне кажется, что и по фигуре мне, в принципе, подходило. Но я всегда была революционером, всегда пробовала что-то новое, вносила что-то новое, и по элементам, и по костюмам, поэтому... А вот музыку, как подбираю? Кто подбирал музыку? Ты подбирала? А давай об этом через пару минут. Да, кстати, про музыку очень интересно. про любимую песню, мы пока найдем ее для нее. Ой, я как раз подумала. Ну, хорошо, принимаются заказы. Чудесный вечер пятницы, я считаю, мы проводим, да, дорогие мои, любимые радиослушатели, у нас в гостях Ирина Слуцкая. Так, я тебе задала вопрос про музыку. Про музыку, да. Как подбиралась вообще музыка ко всем номерам? Могла ли ты сказать, мне не нравится, не хочу вообще танцевать, и вот какое-то, ну, мнение свое высказать? Могла? Конечно, обязательно. Я тебе еще расскажу, что раньше ведь не было таких просторов, интернет-просторов, да, где можно было скачать все, что хочешь, а-ля там на бесплатных сайтах. Были специально обученные люди, у которых было огромное количество собранных кассет, дисков, мини-дисков, чего в то время-то было. И ты звонишь, ему говоришь, алло, там, дядя Вася, значит, мне нужна музыка. В каком направлении? Ну, вот, хотелось бы что-то современное. Он говорит, окей, там, через пять дней приходите. Ты приходишь через пять дней на квартиру. Через пять дней? Ну, условно, да. Мама, нужно перебрать диски свои. Ты приходишь на квартиру, где одна из комнат оборудована там прям все, что хочешь есть. Ты садишься, и он начинает тебе пластинки, реально пластинки. И какую-то музыку там, да, вот мелодия, все записано, там, диск такой-то, мелодия такая-то, там, пластинка такая-то, дорожка такая-то, там, кассета отмотать, я не знаю, одну восьмую. И ты себе серьезно вот сидишь, слушаешь, говорит, не, мне не нравится, давайте дальше. Отбираешь три-четыре композиции. Ну, это обычно я с тренером делала, да. Я ненавидела этот процесс, честно скажу. Вот ты сидишь, как, черт что, не буду ругаться. И слушаешь, потому что из 20 предложенных композиций, там, слушается несколько. Ну, а вот как ты выбирала? У тебя должны были мурашки побежать, я не знаю, какие-то, да. Юля, а ты чувствуешь, ты, правда, чувствуешь, иной раз бывает, вот музыку включаешь, ведь музыка, работающая, скажем так, играющая у тебя в комнате, играющая на ледовой площадке, она совершенно по-разному звучит. И ты слушаешь, когда дома, да, в акустике, в такой хорошей, ты слышишь каждый инструмент, и кажется, вот, вот она музыка, вот, и вот еще это, и это. Берешь три-четыре, и может быть, одна и выстреливает, а может быть, и не выстреливает. Поэтому... А было такое, что тебя разочаровала какая-то композиция? Вот ты уже взяла, поставила, и вдруг какая-то нет. Ну, я говорю, в основном тренер мне предлагала, да, на каких-то композициях я говорила, ну, мне она не нравится. Говорит, нет, надо попробовать, будет хорошо. Были композиции, ну, пыталась как-то под них подстроиться, но, как показала практика, ничего хорошего это, скажем так, не сулило, и программа не выстреливала. А иной раз бывали композиции, что я где-то услышала, узнавала, что это за музыка, прибегала, говорила, Жанна Федоровна, вот это музыка, вот это у меня, кстати, перед Олимпиадой, в Солт-Лейке такое было. я услышала у подруги на свадьбе Сиренаду Шуберта, прибежала к тренеру, Жанна Федоровна, смотрите, я вот музыку нашла Сиренаду Шуберта, она говорит, ага, сейчас я тебе включу, что я тебе нашла. Она включает такую же композицию. Да ладно, да? Да, то есть бывает так, бывает такое, А сейчас что тебе нравится? Ну, заказывай, потому что... У нас сегодня стол заказов. пожалуйста, филиал стол заказов. Ну, давайте Полину Гагарину послушаем. Так, мы ее сейчас будем слушать, обезоруженно. Романтик, потому что у нас есть Ирина Слуцкая сегодня в гостях. А у нее коньки острые, ого-го. Ножи, да. Ир, скажи, пожалуйста, сейчас все совсем новое, современное. Я думаю, что любой современный подросток, сейчас бы от твоей истории, как раньше подбиралась музыка, у него волосы дыбом стали, потому что это одна кнопка в телефоне, в нынешнем современном мире. Вот как ты относишься к современной музыке? Вот, например, то, что популярно сейчас, ну, в ТикТоке в том же, да, потому что там теперь куча своих собственных артистов... Может, у Иры дети там пропадают. Наверняка же что-то... Ну, понимаешь, то есть, вот скажи мне, пожалуйста, вот под такую музыку, которая сейчас вот в этих со всех социальных сетях, под нее можно покататься на льду и поставить программу, как ты считаешь? Это все-таки разные вещи. Ну, наверное, это все же разные вещи, хотя кто-то использует такую современную музыку, но все же это используется больше на показательных выступлениях. Мне очень сложно сейчас судить, потому что, мне кажется, сейчас можно уже любую музыку включить, и все побегут, начнут скакать под нее. Вот. Хотя сейчас все равно все тенденции к тому, что программа должна нести определенный смысл, есть какая-то драматическая линия, и все же выбирается та музыка, под которую более комфортно. Ведь это обязательно должна быть какая-то быстрая часть, обязательно должна быть медленная часть. А что значит программа теперь должна нести какой-то смысл? Это что? Раньше бессмысленная, что ли было? Наоборот, нет, наоборот. Раньше мы старались сделать такой маленький спектакль на льду, потом все ушло, углубилось в технику, и в принципе про часть спектаклей, ну, народ начал как-то так отодвигать это на второй план, потому что важно было сделать как больше прыжков. Все равно же любой спортсмен меняется тогда, когда меняются правила. Ты подстраиваешься, и ты ищешь более выгодный вариант. У нас очень важна была вторая оценка, потому что где-то что-то не сделав, ты мог, скажем так, тебя могли подтянуть именно второй оценкой. Сейчас немножко другая ситуация. Сейчас баллы, баллы, и все их набирают, набирают, соответственно, не особо, скажем так, придают значение именно тому, как это выглядит, презентация. Но я говорю, что сейчас вот в данной ситуации, что начинают возвращаться к тем истокам, к которым когда-то приходили мы, что важно не только, скажем так, прыгательное катание, но и эстетический вид этой программы. Я знаю, что хотела у тебя еще спросить. Вот многие артисты, да, говорят так, вы сказали очень аккуратно, вежливо, но говорят, что все-таки раньше надо было как-то учиться тому, что ты сейчас делаешь. Сейчас стать артистом гораздо легче, и не обязательно уметь петь, главное, ну вот, чтобы это киторство. Ну, с фигуристами такого не прокатит. Вот я хочу сказать, а ведь спорта это, слава богу, не касается, да? Ну, то есть в спорте по-прежнему для того, чтобы стать олимпийской чемпионкой, нужно пахать. Ну, то есть спорта эта современная история не коснулась. Или все-таки сейчас тоже можно халявить? Я скажу так, что зрителей не обманешь. И те, кто покупают себе дипломы, кто считает, что за финансы они могут сделать гораздо лучше, чем талантливые и одаренные люди, те, которые учатся постоянно, это ошибка. Может быть, какое-то время они продержатся, но после народ все равно отворачивается. Но у нас сложный координационный вид спорта, поэтому не работает, и ты просто не сможешь ничего прыгнуть. Вот, спорт остался неизменен себе. Спорт и медицина, пожалуй, да? Хотите олимпийскую медаль в зал на лед пахать? А я напоминаю, дорогие мои любимые радиослушатели, что мы сегодня вместе с вами подводим хорошие итоги недели. В гостях у нас Ирина Слуцкая, которая обещала рассказать всем москвичам и гостям столицы, потому что завтра мы будем отмечать День города. Какое же твое самое любимое место в Москве? Куда надо вот обязательно? Юль, я очень люблю старую Москву, тихую Москву в районе Патриарших Породов, Хлебный переулок. Ничего себе тихая, Патриарших там. Ну, нет, именно вот Хлебный переулок, вот там в глубине, там достаточно тихо. Вот обожаю побродить по улочкам. Даже по Садовому кольцу люблю походить. Не тихо, конечно, но... Но есть что посмотреть. Я просто вспоминаю, когда я переехала в Москву из Лондона, ну, понятно, когда ты привыкаешь к определенному образу жизни, в том плане, что очень маленькие улочки, да, то есть, я не знаю, чтобы купить стаканчик кофе, мне надо было выйти из дома просто в тапках, это за углом. И когда в Москве, это надо спуститься с какого-то 15-го этажа и перейти дорогу, это просто 2 километра. То есть, ну, реально, вот если пешком сходить куда-то в некоторых районах Москвы, ну, где, когда вот эти широкие дороги, 5 полос в одну сторону, 5 полос в другую, то есть я понимала, что любая прогулка за хлебом, за кофе или еще куда-то, это уже просто... Приключение! Приключение! Ира, а ты вот на День города пойдешь гулять или нет? Или мэр сказал, у нас домашний праздник, ты будешь сидеть дома? Нет, я буду дома, потому что я все же предпочитаю толпе уединения. Я один раз решила детям сделать такой подарок, сюрприз, и предложила им 9 мая сходить съездить, посмотреть салют. После того, как нас чуть не раздавили в метро, я поняла, что, не, лучше по телевизору или лучше самим где-нибудь что-нибудь взорвать. Слушай, ну, если хочется салют посмотреть, надо просто утром выходить и идти. Это реально, я не знаю, может быть, это я какая-то, но я боюсь количества людей, я боюсь толпы, тем более время не совсем спокойное. Знаете, как береженого Бог бережет, а уж погулять по городу мы можем не в праздничные дни, а в обычные дни. Поэтому дети в Москву, мы за городом живем, дети в Москву достаточно часто выезжают, посещают различные музеи, театры, поэтому с этим вопросов нет. А мне еще нравится, в центре в Москве есть несколько таких классных видовых площадок наверху, это, как правило, отели, да? Расскажешь про них, сейчас просто песня про Москву будет, раз такая тема пошла. В итоге у нас была неделя, мне кажется, это самый главный итог пятницы, праздничная неделя, 1 сентября. Главное, что оно случилось, и мы пошли в реальную школу, а не в онлайн. Ира Слуцкая у нас сегодня была в гостях, огромное тебе спасибо, что пришла. Спасибо, что пригласили, пригласили, я всем говорю пока, берегите себя, любите друг друга, будьте здоровы. А завтра мы будем отмечать День города, ну, те, кто живут в столице, и присоединяйтесь к нам все остальные города, тоже все-таки столица празднует День города. А мы сейчас, закончим мы эфир, и пойдем читать все ваши сообщения, которые вы нам написали. Ира Слуцкая, Ирочка, потрясающе выглядишь. Пишет нам мило, что помнит, помнит, как играл гимн, как ты каталась. Спасибо, спасибо. Мы сейчас обязательно все перечитаем, огромное вам спасибо за ваши положительные итоги. Неделя была классная, а следующая будет еще лучше. И мы услышимся с вами в пятницу. Всем пока, пока. Ирина Слуцкая, Юлия Барановская. Максим Бривалов. Чао. На Русском Радио. Вот это пятница. Вот это пятница. Пятница с Юлией Барановской. Все к лучшему.